Праздники и славянские гуляния Начнем с того, что можно посмотреть да изведать 28 декабря исполнилось 120 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза Кавалера Ордена Победы номер 4, Маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева Иван Степанович родился в деревне Ладейна, Вологодской губернии в семье крестьянина Мать Евдокия Степановна умерла после родов дочери Марии Мальчика воспитывала тетка Клавдия Ивановна Мергасова Уже после Великой Отечественной войны Маршал Конев получил возможность ознакомиться с доносами, которые на него писали В одном из них говорилось, что у него не то социальное происхождение Что он не из крестьянской среды, а из семьи Кулака Дед Маршала действительно был предприимчивым человеком Занимался извозом, имел небольшую лавку с товарами, у него был большой дом Деревни его уважали, так как по его инициативе была построена школа О своей родной деревне Конев вспоминал так Вологодская деревня, высокие дома с подклетями, рубленные из толстых бревен, колодезные журавли Корыто для пойки лошадей и коновязей чуть ли не под каждым окном Это для проезжавших подводчиков, которые останавливались на ночлег или постой Деревня наша была большая, лежала на большаке, ведущем из котельнича в город Великий Устюг Поэтому большаку непрерывно в оба конца, в особенности зимой, ходили длинные обозы с хлебом вглубь страны И с водкой для всех казенок в обратную сторону Вот этот оживленный тракт в значительной степени и определял жизнь нашей деревни В 1912 году Иван Степанович окончил Земское училище В мае 1916 года он был досрочно призван в Царскую армию Именно там он прошел свои армейские университеты Маршал вспоминал Однажды в часть, где я служил, наведались офицеры, чтобы отобрать людей в школу прапорщиков Меня отобрали в артиллерию, определив во вторую запасную тяжелую артиллерийскую бригаду в Москву на Ходынку Я получил специальность фейерверкера, никаких поблажек во время службы нам не давали Я должен был готовить все данные к стрельбе, делать расчеты Пришлось взяться за учебу, хорошо освоить геометрию и тридинометрию В 1918 году Конев вступил в партию, был уездным военным комиссаром города Никольск Вологодской губернии Затем воевал за Байкали и на Дальнем Востоке В годы Великой Отечественной войны генерал Конев находился на высших командных должностях Войну он начал командующим 19-й армией Западного фронта, которая участвовала в Смоленском сражении Затем был командующим Западного, Калининского, Северо-Западного, Степного, Первого и Второго Украинского фронтов Конев участвовал в Московской и Курской битвах Воевал под городом Калининым, успешно форсировал Днепр Освобождал территорию Чехословакии Участник парада победы в Москве 24 июня 1945 года В отличие от других военных маршалов, Конев не подвергся опалий со стороны Сталина, Хрущева и других руководителей Советского государства Умер Конев в 1973 году и похоронен на Красной площади у Кремлевской стены В настоящее время в Музее Победы на Поклонной горе в Москве работает выставка «Солдатский маршал», посвященная Коневу Инициатором и идейным вдохновителем выставки выступила дочь легендарного маршала Наталья Конева Председатель фонда памяти полководцев Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте Музей хлеба был основан в 1988 году как ведомственный музей объединения Лен-Хлеб-Пром В 1993 году он перешел в ведение Комитета по культуре города Санкт-Петербурга И получил название Санкт-Петербургский музей хлеба За годы своего существования музей стал интересен не только профессионалам Он превратился в один из наиболее посещаемых историко-бытовых музеев города Экспозиция музея представляет период от освоения сельскохозяйственных культур до настоящего времени Главный акцент сделан на показ производства, продажи и потребления хлеба в Санкт-Петербурге Здесь представлен быт петербургской семьи среднего достатка конца XIX – начала XX века Можно увидеть и накрытые к трапезе столы, и кухню, а также множество предметов быта, посуды и утвари того времени Отдельная часть экспозиции посвящена кризисным периодам в истории нашей страны Их было много на протяжении XX века Две мировые войны, революция и гражданская война В том числе представлен кусочек хлеба, выпеченный по рецептуре, изобретенный в блокадном Ленинграде В музее можно увидеть оборудование поточной линии хлебокомбината 1950-х годов Свежий хлеб с заводов поступал на прилавки магазинов У посетителей музея есть возможность увидеть реконструкцию булочной советской эпохи Эта часть экспозиции вызывает ностальгию у старшего поколения И позволяет молодежи увидеть любимую булочную своих мам и бабушек В выставочном зале музея регулярно проходят временные выставки 4 января музей приглашает на экскурсию детства маленькие взрослые В ходе путешествия по музею можно будет узнать, зачем перепекали ребенка Как деревенские дети помогали взрослым В какие игры играли и каким лакомством радовались Кто такие угомон, дрема и кожемотка Как привлекали детей кондитеры Каким было детство во время блокады Экскурсия проходит по экспозициям «Хлеб в культуре восточных славян» Кондитерская 19 века «Хлеб в блокадном Ленинграде» 4 января в 15.00 Адрес Москва, улица Михайлова, дом 2 Метро, площадь Ленина Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте В Новокузнецке 28 декабря открывается последняя в 2017 году выставка «Художники Бурятии и Забайкальского края» Организаторы комментируют выставку как самую долгожданную и самую волнительную Где можно будет увидеть новые удивительные и волшебные грани творчества художников Бурятии Город Новокузнецк, проспект Кузнецк-Строевский, дом 1, выставочный зал Подробности читайте на сайте выставки Продолжим артефактами земель славянских Под Смоленском нашли меч и щит дружинника На раскопках кургана в гнездове Смоленской области впервые за 30 лет археологических раскопок Найден хорошо сохранившийся меч дружинника 10 века Историческую находку сделала группа специалистов из МГУ имени Ломоносова и Государственного исторического музея Археологический комплекс Смоленской области – крупнейший в Европе курганный могильник, относящийся к ранней средневековой эпохе Как это часто бывает, он был обнаружен случайно В середине 19 века в гнездове нашли большой клад А в 1949 году археологам попалась амфора со славянской надписью Гараушна Признанной древнейшей русской надписью из известных науки Археологи комментируют находки следующим образом Да, случилось наконец-то то, что многие из нас ждали не один год Мы нашли прекрасно сохранившееся камерное погребение К слову сказать, такой погребальный обряд ранее вообще крайне редко фиксировался А тем более фиксировался так хорошо Размеры погребальной камеры 3,5 на 3,5 метра При глубине 110-120 сантиметров В составе погребального инвентаря был обнаружен меч в хорошей сохранности На нем сохранились остатки деревянных ножен, вероятно подвес и даже деревянная рукоять Оружие в деревянных ножнах находилось слева у руки погребенного воина вместе с другими артефактами Незабываемый восторг удалось пережить в момент изъятия из камеры меча Меч варяга обнаружен в гнездове впервые за все время археологических раскопок, которые ведутся 1987 года Сообщает на своем сайте археолог Василий Новиков Помимо меча обнаружили деревянное ведро с металлическими оковками и ручкой Нож с остатками кожаных ножен с прошивкой и оковкой из цветного металла Бронзовую фибулу с гранчатыми головками Железный гвоздь, а также железные конгломераты предметов Значения которых будут определены после реставрации Были взяты все возможные анализы на предмет спор, грибков и так далее Есть остатки дерева, которые вероятно дадут более точную датировку комплекса Сейчас предполагается, что находки относятся ко второй половине X века Кости не сохранились, найдены только отдельные зубы По ним ученые попробуют определить место рождения, рацион питания и другие особенности жизни и смерти человека из камеры кургана, нареченного сновидом После найденного этим летом впервые за 30 лет варяжского меча ученые обнаружили щит Щит или сюрпризы Светогора, так озаглавил заметку в своем блоге археолог Василий Новиков, участвующий в раскопках Светогором назвали курган, на котором ведутся археологические работы Ученые исследовали погребальную камеру размером 3 на 2 и 7 метра В центральной части был выявлен лежащий на боку скелет мужчины, ориентированный на запад Рядом со скелетом находились нож в ножнах, железное острие с кольцом, кошелек с обрезками монет Сохранились также детали костюма, возможно, в верхней части плаща, ткань которого была обильно расшита серебряными нитями И коронная находка – деревянный щит возле головы погребенного, отмечает археолог На деревянном щите сохранилось около 60 оковок В центре щита – железный умбон, который крепился к деревянному полю щита с помощью шести заклепок Ученые смогли проследить остатки досок с фрагментами краски Цвет пока не ясен, диаметр щита около 85 сантиметров Щит был прислонен к чему-то и стоял в погребении вертикально Археолог Новиков отмечает, что щит сломан пополам и скрывает под собой что-то интересное Эту интригу обещают разрешить в ближайшие дни Последние несколько лет были богаты на открытие необычных динозавров Чего только стоит бронированный древний ящер или животное с абсурдно короткими конечностями Но никто из них не сможет сравниться с недавно открытым видом ужасного ящера Обитавшего в меловом периоде на территории современной Монголии порядка 75 миллионов лет назад Его останки обнаружила международная группа исследователей Исследователи с удивлением говорят, что существо объединяло в себе черты сразу нескольких животных Лебедя, пингвина, крокодила и велоциротаптера Исходя из имеющихся данных, палеонтологи сделали вывод, что обнаруженный ими динозавр являлся земноводным хищником При этом животное было высотой около 45 сантиметров, то есть примерно с современного гуся Древний ящер принадлежал большой группе, известной как тероподы Двуногим хищным динозаврам, которые были на вершине пищевой цепи в течение примерно 160 миллионов лет Первый раз, когда я изучал образец, я даже сомневался, является ли он подлинным ископаемым Из-за неожиданного сочетания черт существа нам было трудно найти ему место внутри традиционной классификации Говорит ведущий автор исследования Андрея Као из Болонского университета В надежде побольше узнать об удивительном существе, ученые использовали специальные устройства Чтобы заглянуть внутрь ископаемых останков, не повреждая их Сначала палеонтологи провели сканирование костей, а затем при помощи компьютера воссоздали трехмерное изображение скелета На первом этапе исследователи решили определить, действительно ли странная смесь частей тела принадлежит одному животному Предполагалось, что это просто перемешанные старые кости разных животных Оказалось, что все части принадлежали одному существу, хоть и на первый взгляд весьма странному Ученые предположили, что животное ковыляло по суше, подобно утке Плавало в воде, подобно пингвинам Ласты помогали проталкивать его в воде А длинная шея, как у лебедя, помогала ему кормиться и охотиться Сканирование также позволило ученым изучить необычные особенности, скрытые внутри камня и кости Иначе их разглядеть было бы нельзя Наш анализ показал, что многочисленные зубы, которые не видны снаружи, сохранились до наших дней в ртовой области Рассказывает один из авторов работы Винсент Бейранг из Европейского центра синхротронного излучения Мы также изучили нейрососудистую сеть внутри его морды Она напоминает ту, что наблюдается у современных крокодилов Эти признаки говорят о том, что животное было водным хищником Авторы работы поясняют У древнего ящера длинные кости в верхней части морды покрыты густой сетью нервов и кровеносных сосудов Такая черта присутствует у водных рептилий От древних плезиозавров до современных крокодилов Вооружившись этой информацией, ученые смогли отыскать место этому роду на семейном древе динозавров Был создан не только новый вид, но и новая группа Последнюю добавили к семейству небольших хищных динозавров-тероподов Дромиозаврит Результаты исследования и описания необычного динозавра опубликованы в научном издании Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях Славянский центр ВОЛХ предлагает создать объединение строителей Разрабатывать проекты, предлагать услуги, создавать юридические подушки безопасности Образовать вспомогательную казну На стройку набираются славяне Подробную информацию можно посмотреть в обсуждении в социальной сети ВКонтакте В Дзержинске просят сообщать сведения о мамах с детьми или пожилых людях, которые нуждаются во временном пристанище Нижегородский центр помощи семьям готов разместить их у себя Обязательные условия для размещения Это приличное поведение, поиск работы и постоянного места проживания Соблюдение правил центра С питанием посильно помогут, как и с документами по оформлению, поиску работы, садика и жилья Надеемся, что данная помощь будет кстати для тех, кто в беде Центр помощи находится в Нижегородской области, город Дзержинск, улица Октябрьская, дом 59, вход со двора Центр будет благодарен за продукты и любую иную поддержку их подопечных В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю В понедельник 1 января в сетке вещания Народного славянского радио в 3, 12 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы Державность, выпуск 3, Жрец, Волх, Ведун, Обряда Дей, Сходство и Различия Автор-сказитель Алексей Орлов Соавтор Михаил Ять 3 и 4 января в 20 часов по Москве вы услышите запись передач из цикла на разные темы от праздников до мироустройства Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени чтобы нас могли услышать во всем славянском мире присылайте свои пожелания и добрые поздравления делитесь радостью и хорошим настроением Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира присылайте свои сообщения в редакцию радио вместе сделаем мир лучше быть добру так Субтитры создавал DimaTorzok